Как на иномарочках разогнался, включил и едешь, семечки грызешь. Здравствуйте всем! Не виделись давно, настолько давно, что у нас в МИАСе выпал снег, наступила зима, я утеплилась, вот куртка с логотипом Уралспецтранс, шапка. Собственно говоря, мы здесь и находимся на заводе спецтехники Уралспецтранс. Из очередного пробега вернулись Уралнепсты, поэтому мы сейчас их посмотрим, посидим в кабине и даже поездим. Из Дехот получил новую кабину, детали оперения выполнены из прочных полимеров, поэтому МИАСский грузовик не боится ржавчины. Как ездили, как вам действие? Садитесь. Много всяких бардачков, USB. Флэшка работает, да. Руль, сказка! КамАЗ курит! Кабина так-то вроде бы ничего. Еще подлокотничек сделали, чтобы нормально уже по трассе ехать. А у вас грузовика какие подлокотники есть? Ну, в этих, в иномарках. А нет, в таких, в Морседесах? Ну да. Неволковых. А вы на иномарке ездите на Морседесе? Нет. Вы за вам нет? Нет. Здесь климат-контроль? Так, нет. Нет? Значит, везде написано, что климат-контроль здесь. Ну, это как называется? Ну, это птичка-контроль. Климат-контроль это как выставил, и теперь температуру поддерживает. Ну, здесь, в принципе, как поставил, ну так же, да. На выставке народ заинтересовался, много подходило. Да, особенно в Нижневарковске, там, блин, налетели так, что аж караул. На рекламу сделали. Всю рекламу за один день отдать. Обычно дети хотят. Я водителем буду, я врачом, я космонавтом. С детства, видать? Сперва ходил в картинги, в багги. Раньше, на Машгородке, в Кюте внизу были. На проводы зимы ездили. Ну, видать, с этого так и осталось. На дороге устойчивый. Ну, руль, смотрите, сейчас вообще, как раньше-то был такой здоровенный. Удобный. Обзор. Хорошая обзорность, да? Стекло сейчас так, сейчас по снегу идешь, так не прилипает стекло. На Уралах обычная болезнь была. Если идет снег, останавливаешься, дворники прилипали постоянно. Все ломало, все механизмы. Сиденья как? Сиденья отличные. Три места, да? Да. Троих, вот, третий с нами. Стеклоподъемники электрические. Круиз-контроль. То есть, как на иномарочках. Разогнался, включил и едешь. Семечки грызешь. А эти кнопки? Так же все управления стали, вот, кнопочные. Раньше стояло два рычага таких здоровых, чтобы включить раздатку в нейтралку. Сейчас, вот, кнопочками все делается. Все раздатки включаются нажатием. Индикаторы загораются. А это? Это накачка колес. То есть, включаем и надавляем изображение. Вот сейчас-то, наверное, надо это. А-а. Включить, открыть краны. А-а, нашу. Вон она, показывает. Показывает, да? Это передняя стрелочка. Так. Передняя. А здесь переключение на задние. Вот. Удобно. Зарядка телефона и, например, моргалки. Включить. Одновременно. Адаптер стоит на 12 вольт. То есть, как в основном, легковый процесс. Ой-ой-ой-ой, страшно-то как. А тут ремень безопасности есть для пассажиров? Тоже? Один на двоих. То есть, вы нас бы вот так пристегнули бы двоих? Нет, у каждого. А у каждого. А у меня нету. А он снизу. А, так снизу вытаскивается. А ну-ка, вытащим. Какой вытаскивается? Двигатель 536-й, ямзовская, шестерка, рядник. А потом он провел. Насос, форсунка. Всяческие регулировки. А вот эта наклейка-то она из нержавейки, что ли? Нет. Нет? А, пластиковая. Система раздачи топлива. Счетчик. Дверь. Донные клапана. А. 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 Ну, как все в Уралнесты, поэтому подписывайтесь на наш канал, смотрите наши обновления. Всем пока!